здравствуйте виноградари с вами снова Юрий Егорутин и вот уже прошла осень и наступает зима и возможно многие из нас не успели высадить на постоянное место саженцы винограда и собираемся сделать это весной но до весны наши саженцы еще нужно каким-то образом сохранить чтобы они не потеряли своих кондиций и я расскажу как я храню свои саженцы винограда до весны если осенью я их не высадил на постоянное место для этого желательно иметь холодный погреб с температурой зимой около плюс 4 плюс 6 градусов идеально конечно плюс 2 градуса лучше всего все саженцы которые мы собираемся хранить связать в пучки по размерам емкости в которой мы будем их хранить например я буду хранить в обычном ведре а затем на дно этого ведра либо какой-то другой емкости насыпаем слой песка устанавливаем саженцы корнями вниз и засыпаем чистым песком вот так как вы видите на экране с левой стороны песок ведре должен быть влажным влажность песка должна быть такой чтобы при сжатии его рукой появлялся своеобразный глянец но не должна капать с него вода и за этой влажностью нужно следить течение всего срока хранения особого глянца нет но и вода не стекает но и на ощупь этот песок довольно влажный и поэтому в таком песке наши саженцы зимой не подсохнут если песок будет подсыхать то его нужно будет увлажнять в течение срока хранения если погреб у вас довольно сырой то вот в таком состоянии можно и хранить если все-таки влажность недостаточная то лучше все таки чтобы этот прирост был закрыт каким-нибудь полиэтиленовым пакетом и вот таким образом не плотно натягиваю на этот прирост вот такой полиэтиленовый пакет внизу стягиваю немножко резинкой в этом пакете делаю несколько прорезов ножом ну приблизительно один сантиметр 3-4 таких прореза очень плотно все это не запаковывается чтобы внутрь попадал все-таки свежий воздух но и влажность там была немножко повышенной и вот таком состоянии как вы видите с левой стороны можно отправлять в погреб на хранение так хранятся саженцы с открытой корневой системой но если у вас саженцы с закрытой корневой системой вот такие как у меня с правой стороны экрана то есть этот саженец выращивался в этом контейнере в течение всего сезона у него в данный момент не разрушенная корневая система и вот такие саженцы весной но либо осенью желательно пересаживать не разрушая вот этот ком земли тогда они быстрее начинают расти и естественно в этом случае нам будет уже лишним извлекать этот саженец из этого ведра разрушать корневую систему и засыпать песком ее и вот такие саженцы можно хранить прямо вот так в этом контейнере с землей я хранил несколько раз таким образом все прекрасно получается почву в этом ведре перед хранением все-таки нужно немножко увлажнить но так как почва удерживает влагу гораздо лучше чем песок то однажды увлажни вот в начале сезона до весны можно больше и не увлажнять и вот таким образом упаковал и этот прирост можно отправлять и этот саженец именно в этом контейнере на хранение в погреб самое главное по моему мнению не нужно очень слишком сильно прям плотно заматывать вот этот однолетний прирост нужно всегда внутри этого пакета оставить небольшое количество воздуха и сделать несколько небольших отверстий для дыхания и вот таком состоянии саженцы будет прекрасно храниться вашем погребе единственное конечно я хочу сказать что температура должна быть соответствующая при температуре выше чем плюс 8 градусов хранение скорее всего будет недолгим и уже в конце зимы возможно почки вот на этих побегах пойдут в рост лично я хранил саженцы и по первому и по второму способу при соблюдении требуемой влажности почвы или песка проблем с хранением не бывает никаких если же у вас нет холодного погреба то саженцы можно хранить просто в почве для этого необходимо выкопать на винограднике либо в огороде небольшую траншейку глубиной приблизительно сантиметров 40 выбрать желательно сухое место которое находится где-нибудь в тени и на дно этой траншейки уложить саженцы вот так как вы видите на экране и все это можно засыпать лучше конечно все таки песком слой песка а затем сверху уже засыпать обычной почвой но если у вас все-таки нет песка то можно засыпать обычной почвой сверху нужно еще кроме того сделать небольшой холмик и таком хранение за почки на однолетнем приросте можно не переживать их морозостойкость довольно высокая а вот корни могут погибнуть уже при температуре минус 5 минус 8 градусов то есть если почва промерзнет на такую температуру то корни на этих саженцах погибнут поэтому нужно побеспокоиться чтобы почва вот вместе где вы будете хранить саженцы не промерзала до такой температуры если у вас нет холодного погреба то вот таким способом можно хранить наши саженцы до весны собственно говоря когда мы высаживаем саженцы осенью уже на постоянное место то на самом деле мы просто их храним до весны и только весной при прогреве почвы они идут в рост а всю зиму они просто хранятся в холодной почве возможно не подойдет такой способ в тех регионах где слишком низкие зимние температуры и нет снега зимой но для всех остальных регионов даже если будет минус 25 то вот такой способ хранения подойдет но естественно чем ниже зимняя температура тем немножко глубже нужно засыпать эти саженцы и вот такими способами можно хранить наши саженцы до весны до тепла когда и придет время пересадки их в открытый грунт а с вами был юрий егарутин до скорой встречи до свидания пока